Режим контртеррористической операции введен минувшим днём в Дагестане. В Табасаранском районе республики идут поиски боевиков. Об этом сообщают в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета. Днём ранее в столице Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации была уничтожена бандгруппа из 14 человек, действовавшая в составе запрещенной в России организации «Исламское государство». Среди ликвидированных боевиков лидер преступной группы Юрий Бицуев. Банда занималась созданием каналов переправки жителей республики на территорию Сирии для участия в действиях террористических группировок. В результате спецоперации пострадавших среди мирного населения и потерь личного состава правоохранительных органов нет. Операция спецслужб против террористического подполья самая масштабная за последнее время прошла в понедельник в Бельгии. В Брюсселе обыски, облавы, прочесывают окрестности. Ночью задержали 16 человек, которых подозревают в причастности к терроризму. Днем схвачены еще пятеро. Но не только Бельгия и Франция живут в таком режиме. Стало известно, что в Германии террористы готовили серию взрывов. Детали у нашего европейского корреспондента Андрея Баранова. Среди задержанных этой ночью в Брюсселе беглого парижского террориста не оказалось. Салах Абдеслам, который, как полагают во Франции, должен был, как и его подельники, подорвать себя в пятницу 13-го, но в последний момент струсил, по-прежнему находятся на свободе. Были санкционированы 19 обысков в Брюссельском регионе, в шести муниципалитетах, а в том числе в коммуне Маленбек. Также три дома обыскали в городе Шар-Лю-Руа. В общей сложности были задержаны 16 человек. Однако ни оружия, ни взрывчатки обнаружено не было. В Маленбеке полиции пытались оказать сопротивление. Автомобиль протаранил в заграждение. Стражи порядка открыли огонь. Машина скрылась. Позже раненого водителя нашли и арестовали. Брюссель остается похожим на город-призрак. Высочайший четвертый уровень террористической угрозы в столице Евросоюза продлен еще на день. Детские сады, школы и университеты закрыты. Отключено метро и линии подземных трамваев. Туристический центр города перекрыт блокпостами и бронетехникой. Хотя формально комендантский час не введен, владельцам заведения рекомендовано закрывать двери сразу после заката. Ежедневные рейды продолжаются и во Франции. Этим утром операция против торговцев оружием в Тулоне на Лазурном берегу привела к перестрелке и гибели таможенника. Подозреваемый открыл огонь из американской винтовки М16. Значительная часть нелегальных вооружений попадает в страну именно через юг Франции. По-прежнему не все парижские террористы опознаны. Полиция распространила фото безымянного подозреваемого, одного из троих смертников, подорвавшихся у Стад де Франс. В надежде, что население может помочь с установлением личности. Также стало известно, что именно французские спецслужбы помогли своим германским коллегам избежать терактов в Ганновере в прошлый вторник. План, очень похожий на парижский, подразумевал подрыв в общей сложности пяти бомб. Трех на стадионе, на котором должна была присутствовать Ангела Меркель, одной на автобусной станции и еще одной на вокзале. Первые детали предотвращенной атаки появились в германской прессе. Британский премьер Дэвид Кэмерон предложил французской авиации использовать свои базы на Кипре для ударов по террористам в Сирии и заявил о намерении вновь поднять перед парламентом в Лондоне вопрос о британской операции. В пятницу ООН единогласно поддержала действия против исламского государства в Сирии и Ираке. И позже, на этой неделе, я представлю парламенту тщательную стратегию борьбы с ЕГЭ. Я твердо поддерживаю решение президента Оланда ударить по ЕГЭ в Сирии и абсолютно убежден, что Британия должна поступить так же. Парижской полиции накануне пришлось давать отпор демонстрантам недалеко от района терактов. Согласованная еще до атак акция в поддержку мигрантов была аннулирована в связи с введенным запретом на массовые собрания. Но группа самых радикальных участников решила провести шествие вопреки указаниям префекта. Манифестация быстро переросла в потасовку. Лозунги во славу терпимости сменились упреками в адрес полицейского государства. Через 10 дней после терактов унесших в жизни 130 человек и по мере того, как тела погибших отдают родственникам, по всей стране начинаются похороны. Траур пришел в три десятка городов Франции. Известно, что у 25 человек из числа жертв террористов было двойное или иностранное гражданство. Уже объявлено, государственные почести погибшим воздадут в эту пятницу в главном мемориале воинской славы Франции в Парижском доме инвалидов. Андрей Баранов и Евгений Полойко. ТВ-центр. Париж. Франция. И стоит процитировать Симона де Гальбера, эксперт Американского центра стратегических и международных исследований. Что бы вы ни думали о русских, факт в том, что они единственные, кто способен и кто желает совершить значительные действия в борьбе с терроризмом. Де Гальбера, в прошлом он французский дипломат, цитирует американское издание National Interest в статье, посвященной перспективам военного сотрудничества России и Франции в борьбе с исламистами. Если Париж и Москва объединят усилия, это может стать ночным кошмаром для террористов исламского государства, считает обозреватель издания. В статье есть и такое утверждение. Франсуа Аллант, очевидно, будет просить США сотрудничать с Москвой. Напомню, 26 ноября французский президент прибудет в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Правительственные войска в Сирии вернули контроль над двумя населенными пунктами в провинции Хомс. А в провинциях Дамаск, Хама, Идли, Полепал атаки ВВС страны за шесть дней атаковали 450 объектов террористов. В Хомсе боевиков отбросились территории, где жили преимущественно христиане. Многие из них покинули свои дома еще до прихода террористов, а те, кто остался, убиты или взяты в плен. Сейчас сирийские войска готовятся к штурбу еще одного населенного пункта в этой провинции. И опорой сирийской армии в наземной операции становятся отряды народной самообороны. Тысячи людей проходят подготовку в специальных тренировочных центрах по всей стране. Ну а российские воздушно-космические силы в Сирии за последние двое суток совершили около 150 боевых вылетов. По данным Минобороны уничтожено более 500 объектов исламистов. В основном нефтебазы, основной источник доходов террористов. И о других заметных событиях прошедшего понедельника коротко. День траура прошел в Ульяновской области. Волжане почтили память шестерых земляков, сотрудников компании «Волга-Днепр», погибших в минувшую пятницу в Мали при нападении террористов на гостиницу. Накануне в Ульяновск вернулись работники компании, которым удалось спастись. Мосгорсуд вынес решение о ликвидации Саентологической церкви Москвы. Главным аргументом в пользу Роспуска стало то, что слово «саентология» зарегистрировано в России как товарный знак. А это, как постановил суд, противоречит статусу религиозной организации. Около полутора тысяч мигрантов на греко-македонской границе перекрыли железную дорогу Салоники-Скопье. Несколько мужчин, невзирая на холод, разделись до пояса и пригрозили голодовкой. На прошлой неделе балканские страны объявили, что будут принимать в качестве беженцев лишь выходцев из тех государств, где продолжаются военные конфликты. Это и вызвало недовольство мигрантов из других стран. Бодрой пляской отметил свою победу на президентских выборах лидер аргентинской оппозиции Маурисио Макри. Во втором туре его поддержал 51% избирателей. Чуть-чуть отставший Даниэль Сцеули, а также покидающий высший пост Кристина Фернандес де Киршнер, уже поздравили Макри с победой. В Нью-Йорке посетителям зоопарка впервые показали двух детенышей красной панды. Они родились в июле. Красные панды, родственники енотов, в дикой природе встречаются все реже. По оценкам зоологов, их осталось около 10 тысяч. В 2017 полностью откроют северный участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро. А в 2016 году будут сданы первые три станции от Мариной Рощи до Петровско-Разумовской. Об этом сообщил Сергей Собянин. В понедельник мэр наблюдал за ходом работ строящейся станции Фонвизинская. Проходка всех тоннелей завершена в срок, несмотря на то, что это один из самых трудных участков новой ветки. Его запуск решит транспортные проблемы полумиллиона москвичей. Репортаж Михаил Шакаяна. Сегодня у журналистов появилась уникальная возможность увидеть строящуюся станцию метро Фонвизинская здесь. Работы выходят на финишную прямую. Пока нет бетонной отделки и мраморной облицовки, но уже понятно, это будущий вестибюль. А слева и справа тоннели, по которым уже очень скоро пойдут поезда. Строительство закрытым способом на глубине 63 метров. Ход работ проинспектировал мэр Москвы Сергей Собянин. На специальном лифте спустился со строителями под землю. Прошелся по тоннелям и вестибюлю будущей станции, которая является частью важнейшего и одновременно сложнейшего проекта современной Москвы. Речь о северном радиусе Люблинско-Дмитровской линии. Сегодня можно сказать, что все необходимые 30 километров тоннелей закончены проходкой. Это огромный объем. В следующем году будут закончены три станции от Марьиной рощи до Петрова-Разумовского. И от Петрова-Разумовского в 2017 году будет закончена следующая ветка до Селигерска. Открытие новой подземной артерии ждут почти полмиллиона жителей сразу с семи районов города. Есть какие-то сложности для пуска? Есть, Миша. Основных сложностей нет. У нас на втором участке мы ведем основные работы. То, что заканчиваем станционные комплексы. Там есть проблемы в связи с тем, что это носит глубокое заложение. Но справляемся с этими трудностями и будем сдавать этот срок. Пути рельсы когда сомкнутся на этих трех станциях? По правому перегонному тоннелю рельсы сомкнутся у нас с вами 20 декабря. А по левому перегонному тоннелю в конце марта. Большая подземная стройка идет под всей Москвой. Активно растет третий пересадочный контур. Большое кольцо столичной подземки. Участок от делового центра до Петровского парка обещают сдать уже в будущем году. Платформный участок на станционном комплексе уже отлит в основных конструкциях. И после того, как будут возведены два вестибюля с обоих сторон, приступим непосредственно уже к отделке и к инженерным системам. Всего же за последние четыре года построены 31 километр линий, 15 станций и один дополнительный вестибюль. Но и впереди у строителей еще много работы. Михаил Шакаян, Максим Панкин, Кирилл Макаров, Алексей Комаров и Андрей Пашутин. ТВ-центр. В Гагаринском суде Москвы огласили приговор по делу о краже собаки-поводыря. У незрячей певицы похитительницу, зоозащитницу, в понедельник признали виновной. И в ближайшие полтора года она проведет в колонии, а также должна возместить ущерб потерпевшей. Однако точку в этой истории пока не ставим. Защита осужденной намерена обжаловать решение, которое считает несправедливым. Напомню, летом около станции метро «Профсоюзная» Юлия Дьякова обнаружила, что ее собака исчезла. И спустя неделю поисков животное обнаружили в Домодедове. Виктория Павленко, которая увела лабрадору, утверждала, что приняла его за беспризорного. Однако данные с камер видеонаблюдения, представленные в качестве доказательства на суде, свидетельствуют о том, что Павленко следила за пострадавшей. И у меня на этом все. Встретим завтра вместе в 25-й час. Увидимся. Продолжение следует...